В ночь с 15 на 16 апреля из авиастроительного района Казани совершили перевозку основной части самолета Ту-144 на территорию второго здания Книтукаи имени Туполева, расположенного на улице Читаева. Мы работали над этим два года. Проект очень сложный, машина стоит уже достаточно давно, давно не производится серийно, поэтому частично и конструкторская документация утеряна, поэтому было не очень просто ее разобрать, все-таки это сложнейшее техническое устройство. Вот пока все нашли, пока наши коллеги из авиационного завода начали разбирать, ну там было десятки, если не сотни технических моментов, но вроде все преодолели, вот сегодня мы его будем перевозить в наш комплекс. Ту-144 – советский сверхзвуковой пассажирский самолет. Первый и один из двух в мире тип сверхзвукового авиалайнера, который использовался в гражданской авиации для коммерческих перевозок. Ту-144 находится в Казани уже 31 год. Стоит отметить, что проект по перевозке самолета уже начинали оговаривать в 2013 году. По словам ректора Кнету Каи, пока реализуется только первая часть проекта. Второй этап – создание в 2018 году внутри самолета интерактивного музея для детей. С предыдущим министром мы договорились. Идея Минобразия Российской Федерации очень понравилась. И они сказали, что если мы самолет поставим, то они окажут полную поддержку на его оснащение и создание музейного комплекса. Но сейчас у нас новый министр. Будем этот вопрос стоять еще раз. Сама перевозка самолета заняла более семи часов. Сначала обесточили троллейбусные провода, а затем подняли спецтехникой. Подготовка к переносу ТУС-144 началась еще в 2016 году. Сначала на территории университета появился постамет, на который воздрузят судно, а уже позже перенесли на сову часть юзеляжа. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универньюз.